Личный прием депутата Государственной Думы Оксаны Пушкиной проводится в конце каждого месяца. В течение всего дня парламентарии рассматривают насущные вопросы граждан, которые пока не решены на местном уровне. Люди приходят с различными проблемами. Очень редко говорят спасибо, но очень часто говорят, как же так, вы что-то не сделали. Но один умный человек мне когда-то в начале пути моего, даже журналистского, сказал, что если ты будешь ждать, что тебе будут все говорить спасибо, а ты столько, так сказать, делаешь, что можно просто сойти с ума. Поэтому я уже давно ничего не жду, я просто работаю, а забот по-прежнему много. К депутату на прием пришла многодетная мама, с которой, по ее словам, некрасиво поступил работодатель, едва не оставив женщину без материнского пособия. Оксана ведет активную общественную деятельность и смогла отвоевать свои законные деньги. Но она утверждает, что в трудовом законодательстве есть пункт, который позволяет недобросовестным работодателям подвергать такому же риску и других женщин. И об этом нельзя молчать. Случилась со мной нехорошая история. Я не пошла в суд, не стала судиться со своим предприятием. Я была оформлена на предприятие по срочному трудовому договору, являлась руководителем крупного подразделения. И, собственно говоря, когда у меня закончился отпуск по беременности родом, со мной просто не продлили трудовой договор. Вот трудовые отношения, вот гендерное неравенство, когда мы говорим про закон, они говорят, зачем? Вот затем. Острых вопросов в этот день было очень много. В районе нет детского онколога, и после лечения ребенок с тяжелым заболеванием, по сути, остается никому не нужным. После разорения компании уволили всех сотрудников, не выплатив им зарплату за несколько месяцев. В деревне Мамоново принудительно выселяют людей из домов, признанных самостроем, без предоставления альтернативного жилья. Порядка 50 семей выселяют. С детьми, со стариками, с пенсионерами, со всеми, с новорожденными. Со всеми выселяют на улице. Почему на улицу? Потому что есть решение суда о сносе. Цель встречи оказать максимальную помощь людям, оперативно решая вопросы на месте, была достигнута. Жители, уходя с приема, говорили депутату спасибо. Милая Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».